Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что если вдруг при движении автомобиля вы обнаружили, что у вас уровень масла гораздо ниже уровня минимума, либо когда у вас загорелась красная или желтая масленка, свидетельствую о низком уровне или об отсутствии масла, как поступать в данных ситуациях. В первую очередь не паниковать, остановиться где-то на ровной поверхности и замерить уровень масла. Определить, сколько масла осталось в вашем двигателе. Также посмотреть, не вытекает ли масло самостоятельно через какие-либо уплотнения, либо еще где-то с двигателя. То есть для этого необходимо лучше на ровной асфальтированной площадке остановиться и поглядеть. Скажу вам сразу, если у вас уровень масла находится на минимуме, либо чуть ниже минимума, ничего страшного в этом нет. Производители закладывают буквально еще 5-10 см до конца поддона. То есть, соответственно, даже если у вас уровень масла на минимуме на щупе, масла в двигателе достаточно. Но все равно необходимо как можно скорее, соответственно, без лишних ускорений доехать до автомагазина, либо до любой заправки. И купить масло, если вы знаете, какая марка у вас масла залита. Ну, либо похожую, хотя бы такой же вязкости, там 5W30, 5W40 или 10W40. И, соответственно, долить масло. Что делать, если у вас в дороге загорелась масленка? То есть при движении куда-то на дальние расстояния загорается, допустим, желтая масленка. Обычно это свидетельствует о низком уровне масла. Необходимо также остановиться где-то на ровной площадке и, заглушив двигатель, через 5 минут замерить уровень масла. То есть посмотреть на щупе, сколько по факту у вас есть масла. Если на щупе масла вообще нету и у вас горела масленка красного цвета, то лучше никуда самостоятельно не двигаться. Заглушить двигатель, чтобы вас взяли на прицеп и дотащить до ближайшей заправки, до ближайшего магазина, залив масло, проверив уровень масла и посмотреть нет ли каких-либо утечек. Если у вас уровень масла находится на минимуме, можно не спеша продолжать движение, но желательно недолго. Потому что от того, что у вас ушло масло, есть какие-либо причины. Либо это обычный жор масла, при езде на повышенных оборотах бывает очень большой расход масла. Либо вы просто пропустили этот момент, либо у вас там засохли маслосъемные колпачки, либо маслосъемные кольца запали, залегли. То есть там очень много может вариаций быть, из-за чего у вас масло ушло. Также мог сальник какой-нибудь протечь, прокладку пробить, либо еще что-то произошло. Ну то есть желательно все равно провести диагностику и выявить откуда и почему у вас уходит масло. Желаю вам не столкнуться с подобной проблемой и никогда не паниковать. Всего вам хорошего, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду рад любым комментариям, особенно конструктивным. Субтитры сделал DimaTorzok